Премия 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 Занимайте места, пожалуйста. По многолетней традиции наша церемония предваряется тронной речью отца основателя премии Бориса Натановича Стругацкого. Премия Обычно мы читали его послание, написанное, присланное по электронной почте. Но сегодня впервые мы нарушаем эту традицию, и вы увидите его самого. Итак, дамы и господа, видеообращение Бориса Стругацкого. Друзья, коллеги, обожаемые наши с пользой. Еще один год миновал. Еще один год миновал, и мы должны, как обычно, подвести итоги. Но прежде того, давайте помянем нашего хорошего друга, замечательного писателя, на протяжении многих лет организатора и спонсора АБС Премии, членов жюри Премии Александра Николаевича Житинского. Помолчим полминутки, вспомним его таким, каким мы его помним. В полном соответствии с давно усыновившейся традицией, начнем, как всегда, с оглашением благодарностей. К тем, кто так славно поработал, чтобы мы сегодня могли здесь собраться и подвести итоги. Поблагодарим нашу бессменную и трудовебивую номинационную комиссию. Останин Владимир Борисов Абакан, Василия Владимировского Санкт-Петербург и Вадима Казакова Саратов. Они проделали свою обычную тщательную работу по просеиванию, воистине, бесчисленных публикаций минувшего года, имея целью определить и предложить на рассмотрение самое интересное, самое значительное, самое достойное, что опубликовано было на русском языке за это время. Около 50 произведений художественной литературы и добрая южная литературно-критических текстов составила в этом году наш лонглист. И мне потребовалось в соответствии с уставом Борис-Пемии отобрать наиболее значительные и достойные из них минимум подлинными позиций в каждой номинации, чтобы наша доблестная жюри вынесла свой окончательный приговор. Никогда не устала восхищаться этой командой знатоково-ценителей. 16 серьезных мужчин и одна прекрасная женщина. С удовольствием и по традиции оглашаю их полный список. Роман Ровитман из Саратова, Виталий Бабенко из Москвы, Сергей Бережной, Санкт-Петербург, Дмитрий Быков, Москва, Мария Галина, Москва, Эдуард Геворкян, Москва, Никита Ересеев, Санкт-Петербург, Андрей Измайлов, Санкт-Петербург, Андрей Лазарчук, Санкт-Петербург, Святослав Логинов, Санкт-Петербург, Евгений Лукин, Волгоград, Самуил Лурье, Санкт-Петербург, Сергей Переслегин, Санкт-Петербург, Геннадий Прошкевич, Новосибирский, Михаил Успенский, Красноярск, Александр Щеголев, Санкт-Петербург, Николай Ютанов, Санкт-Петербург. Вот 16 серьезных мужчин и одна прекрасная женщина. Спасибо вам всем. Ведь именно вы, кроме вас, и только вы одни, определили победителей, а теперь мы скоро узнаем их достойные имена. А теперь, когда все традиции, кажется, соблюдены, когда все слова произнесены, самые искренние и самые необходимые, теперь, полагаю, можно и должно нам приступить к главному. С радостью и удовольствием я имею честь и объявить церемонию вручения АБС-премии 2012 года открытой. Ну а теперь настало время представить и наградить присутствующих здесь авторов произведений, ставших дипломантами Международной премии в области фантастической литературы имени Братьев-Стругацкий за 2011 год. Итак, финалистами АБС-премии в номинации «Критика и публицистика» стали дипломант АБС-премии 2001, 2005, 2008 годов Дмитрий Володихин, Москва и лауреат АБС-премии 2003 и 2011, а также дипломант 2008 года Геннадий Прошкевич, Новосибирск с книгой «Братья Стругацкие», выпущенной московским издательством «Молодая гвардия». Коллектив авторов представляет Дмитрий Володихин. Ну что ж, я очень благодарен Борису Натановичу за его благоскученность и очень благодарен славному граду Петрову за гостеприимство, как-никак четвертый раз на этой сцене. Поскольку этот борт я очень люблю и корни мои петербургские, мой предок, просто Ирей Михаил, уже последний суд был в Исаакиевском соборе. Ну и я решил сделать такой ответный подарок городу. Большое спасибо, Дмитрий. На очереди у нас лауреат область премии 2008 года Александр Ятуев, Санкт-Петербург, и дипломант 2009 года Владимир Лорионов, Сосновый Бор, сделавший в прошлом году книгу о Прошкевиче, напечатанную в Павлугамском издательстве «Шеков Украина». Хотя сам Прошкевич и не приехал, но книга о нем вот здесь есть. Во-первых, приятно видеть столько хороших и знакомых лиц. Ну, совершенно неожиданно, понятно, что мы вышли с этой книжкой и вот окончательный список претендентов на эту премию. Что-нибудь однажды. Ну, это приятно, это приятно. Что будет, то и будет, но вот может быть что-то. Володя хочет добавить к моей многокрасочной речи. Слава Ставичу. Я хотел сказать спасибо инвенционной комиссии, которая нас, видимо, выгнула, а особое не спасибо Борису Матановичу, который нас отобрал от списка инвенционной комиссии. Ну, дальше я уже не заглядываю, а вообще хочу сказать, наверное, уже теперь, поскольку мы видим, что придется еще раз выходить на эту сцену, то хочу сказать от... Нет, не хочу ничего никому пожелать. Я хочу передать слова моего большого друга Геннадия Прошкевича, который почему-то сейчас в данный момент находится в Западной Африке, о конкретном Геннадии. Он сказал, что кому бы не вручили АБС-премию, он со мной будет рад. Ну, вот я просто вот это передаю, это слово и все. Спасибо. Любую реку Мегер применял на нашу неву. Вот, человек. Я поменяла. Большое спасибо. В Африке большие злые крокодины. Еще одним дипломантом АБС-премии в номинации «Критика и публицистика» является дипломант 99-го, 2000-го, 2001-го, 2002-го, 2010-го, 2011-го годов Сергей Переслегин «Санкт-Петербург» с книгой «Опасная бритва Камма», выпущенной совместно с московским издательством «Аристе» и петербургским «Терафантастикам». К сожалению, у Переслегина такая работа, что его в любой момент срывают и отправляют в командировку, что позавчера и произошло. Он собирался здесь быть, но позвонил, сказал, простите, ребята, я с вами мысленно, я рад за всех, но меня сегодня не будет. Но ничего, награда найдет герой в следующий раз. Да, кстати, нет, так дело не пойдет. Дело в том, что Сергей Переслегин прислал сюда своего коллегу Сергея Шилова, а потому пускай-то Сергей Шилов все-таки скажет ответное слово и получит диплом и конверт. Уважаемый коллег, ну, как многие, наверное, знают, был такой известный физик Риджут Тейнман, он участвовал в монтажском проекте. Ну и, соответственно, его руководство проекта время от времени просило провести перед своими солдатами, участвующими на пособных работах, всякую научно-популярную лекцию. Ну вот, а так как тогда времена были простые, это было начало Второй мировой войны, он там с собой очень маленько таскал образцы металлического бурана, показывал образцы соли ради, которые в темноте светятся. Ну вот, а потом, в общем, начался учет материальных средств. И так просто выносить за пределы лаборатории такие вещества нельзя. Стал вопрос, а что делать? Ну и тогда они взяли, там, со своими коллегами, кусочек свинца и написали, вот этот вот кусочек металла представляет собой уран. Ну вот я также в этот раз представляю собой Сергей Переслейдин. Вот, и от лица, соответственно, передаю благодарность жюри, организаторам, спонсорам, всем присутствующим. Вот, и, соответственно, Сергей очень просил, опять-таки, еще раз передать свои извинения, раз я здесь повторно их повторяю после Николая. Вот, и он передал, что он всегда будет рад со всеми вами увидеться, когда у него представится такая возможность. Ну, к сожалению, секретный физик, что с него взять? АПЛОДИСМЕНТЫ А теперь переходим к следующему пункту программы. В номинации «Художественная проза» финалистами Сталин. Новичок среди дипломантов, АПС-премии. Наум, ним, город Москва, с романом «Господи, сделай так», выпущенным издательством «Оскреи». К сожалению, Наум приехать не смог к нам. Он уже не молодой человек, и, в общем, проблемы со здоровьем. Но награда, как вы понимаете, также непременно найдет героя. Зато сегодня с нами дипломант АПС-премии 2006 и 2008 годов Андрей Сталиров, Санкт-Петербург, с романом «Мой народ», напечатанный майским номером Петербургского журнала «Нива». Знаете, когда я писал этот роман, мне иногда приходило в голову мысль, написать-то я его напишу, а кто его будет читать? И вдруг оказалось, что у романа есть, по крайней мере, один читатель, это Борис Тругацкий. И вот Борис Адамович Роман прочел и даже поставил его в финал премии АПС. И сейчас, мне кажется, что романы можно писать даже для одного читателя. Для такого, да? Для, да, а если это читатель, Борис Тругацкий. И, наконец, еще один новичок среди дипломантов ОБС-премии, Карина Ширинян, Москва. С романом «Серри Вара», книга первая, «Борисский дедушка» из З.Т.С. Совсем не говорится, но это очень неожиданно. Просто роман проектный, и такая премия очень неожиданная, но очень-очень приятная, я очень благодарна. Когда я писала Чик Гевару, моей первой задачей было, естественно, написать роман проект, а вторую было получить самой Катя, согласен. И я очень рада, что этот мой отрыв радует еще кого-то, знаешь, вот, от такой силы. Спасибо. Большое спасибо, Карина. Главное быть не говорцом, а писательецом. Вам это удается. Прежде чем продолжить церемонию награждения дипломантов и лариантов ОБС-премии, мы сегодня объявляем имя лауреата еще одной премии. Это ежегодная премия семинара Бориса Стругацкого за лучшие художественные произведения творческого сезона. Первым эту премию получил в 2009 году Михаил Петров, пишущий под псевдонимом Кущу и Непома. Затем Михаил Шевряков. В прошлом время была обручена Андрею Измайлову, а сейчас будет названо имя четвертого лауреата. Слово предоставляется в составе семинара Антона Керушина. Премия вручается по итогу творчества сезона. То есть мы обсуждаем в течение сезона из них три текста, которые представляются членом семинара и кинезонным членом семинара. Затем, соответственно, по традиции, как обычно и оценивались всегда премии, в смысле тексты, которые на семинаре, то есть голосуют члены семинара, присутствующие на обсуждении рублем, то есть от 1 рубля до 13, там подводится средняя алифметическая, и, соответственно, таким образом определяется победитель по итогам творческого сезона. В этом году мы обсудили пять текстов, которые, собственно, набрали разное количество баллов, и победителем в этом сезоне стал, тоже он стал победителем этого сезона. Александр Щеколев с повестью «Искусство кончать молча». Включается его, вручается диразмен еще так. Это у нас такой приз. Аркадий Борисович Ольгарских. С автографом Бориса Александровича. Вкратце, как кончать-то молча? С удовольствием. Моя премия для разогрева, как вы понимаете, для разогрева маленькой. А сказать я вот, что хотел, Вся наша жизнь – это учеба, прерываемая речками на довольно простыми экзаменами. Семинар Борисовича Угарского, к сожалению, несколько лет назад перевел нас, Голоченков, на заучную форму от учебы. Но учеба длится, экзамены продолжаются, и приятно иногда получать отличную оценку. И этот питакт неразменный я воспринимаю как подарок на удачу для экзаменов, которые будут продолжаться. Я его первый раз вижу. Надеемся, что его можно будет класть в ботинок, но, видимо, нельзя. Тут носить его просто носить с собой. На шее. Я хотел бы добавить и напомнить присутствующим здесь членам семинара и кандидатам членов семинара. Давайте, давайте в следующем сезоне больше рукописи обсуждать. Видите, это имеет некий выход, кроме, так сказать, тех громов и молний, которые на вас валятся со стороны коллег. Спасибо. Спасибо, Антон. Спасибо, Саша. Ну что ж, вот и пришло то самое время, когда, по крайней мере, пять присутствующих здесь человек, ну, не будем говорить, испытывают нервную дрожь, скажем так, определенное волнение. Настало время узнать имена лауреатов, которое определило профессиональное жюри, состоящее из 17 писательных и литературных критиков. В честь вскрыть конверт с именем лауреата в номинации «Критика и публицистика» предоставляется прозаику Александру Щеглеву. В кои веки я попал в ситуацию, когда я могу говорить сколько угодно, и никто не посмеет меня остановить, или запнуть мне рот. Я думаю, почему мы посещаем такие шоу, как вот это, такие компанийские вручения премии. Не знаю, кто для чего, а я для того, чтобы... Меня не слышно, а я не слышно. Для чего он посещает такие шоу, как сегодня? То для чего, а я для того, чтобы посмотреть в глаза, в счастливые глаза лауреата, чтобы посмотреть на человека, который на дулю секунды, на секунду, на штулю молдово «Попадает в рай». «Попадает в рай». «Попадает в рай». «Попадает в рай». «В рай на земле», я хотел сказать. Понимаете, в чем дело? Современная литература навязывает читателю несколько странную мысль, что живем мы в Адуме. И мысль банальная, но привлекательная. Меня слышно? Пардон. И видно. Все еще не началось. Мысль банальная, но привлекательная. И я вижу одну из задач, в частности, критики, в том, чтобы что-то противопоставлять этой довольно агрессивной идее. К чему я все это говорю? К тому, что я бы с огромным удовольствием посмотрел в счастливые глаза этого человека и причастился бы этого света, если бы он был сейчас. Сергей Переслегин. Вот так вот человек с седьмого раза стал лауреатом. Шесть раз был дипломатом, теперь лауреат. Ну, а слово предоставляется Сергею Шилову. Ну, как в Рио Кирислякина, я еще раз благодарю достопочтенному жюри. Вот. Благодарю докоспочтенному жюри за все эти конвертики и прочее, что здесь Сергею Борисовичу вручили. На самом деле, скажу я просто сейчас, на самом деле от себя и лучше. Вообще, мне как ученику, в общем, очень старому ученику Переслегина, как другу Переслегина, мне очень приятно получать за него эту прибыль. Ну, в общем, все. На самом деле, тут как бы у нас по ходу дела в этом месте лауреат должен расписаться на золотом шаре, но уж временно исполняющий обязанности лауреата я уж не буду приглашать на золотом шаре. Извините. Вдруг не так будет. Желание не то возникнет. А вообще, я думаю, вот стоило Переслегину не прийти на церемонию, как он тоже стал лауреатом. Да, это он приходил, все равно был дипломатом. Здорово. Ну что ж, а теперь я предоставлю слово прозаику лауреату АВС-премии 2002 года Андрею Лазарчуку, который вскроет конверт в критике в номинации «Художественная проза». В критике? Да. В критике. В критике. Ну, сначала отстрою, потом это не коротко. В критике. В критике. В критике. В критике. Отсутствует. Да и не считай тогда. Ну, вообще, можно, конечно, съесть и создавать кого-нибудь другого. Лауреат АВС-премия 2012 года по номинации «Художественная литература» объявляется на Уму-Ним за роман «Господи, сделай так». Единственный плюс в этой ситуации, что на золотом шаре останется больше свободного места для будущих лауреатов. Ну, мы на Уму-Ним конечно передадим все это. Вот, господа и дамы, на этом официальная церемония вручения международной премии имени Братев Стругацких объявляется закрытой. А мы по традиции приглашаем всех проследовать в соседний зал. Там, где вы сможете отпраздновать победу если не с лауреатами, то хотя бы с дипломантами. Большое всем спасибо. Аплодисменты Бесконечное множество книг Книжная ярмарка ДК Крупской Едем